Вопрос о сохранении и изучении родных языков в образовательной программе был поднят на конференции, которая прошла в редакции газеты «Дружба», куда были приглашены работники Управления образования города и района, а также общественные деятели. Аналогичные собрания и форумы проходят в республике неоднократно. Причиной явился факт дезинформации об исключении предмета родного языка из образовательной программы как необязательного. В ходе обсуждения преподаватель аварского языка педагогического колледжа Написат Расулова отметила, что на ранее прошедшей конференции в столице министр образования и науки Республики Дагестан дал полное опровержение по данному вопросу. Учебные планы наши, часы, отведенные на родные языки, они также сохраняются, пообещал сам министр образования. Они сохраняются. Группы, если пять человек есть, то группа создается. Что учебники, насчет учебников тоже был поднят вопрос. Учебники, если есть экспертная группа, эксперт прошел, и есть учебники, рукописи принесите, мы издадим. На это у нас есть средства. На собрании также был поднят вопрос о том, как ведется работа в начальных классах в школах района, что подразумевает под собой определение образовательный план номер один, какова основная цель и на чем основана специфика преподавания предметов на родных языках. Он вроде бы так называемый первый учебный план. Там только родной язык на родном языке, остальные предметы на русском языке. Что нужно делать для этого? Два года тому назад я семинар провела в педколледже, и там мы говорили, нужно перевести математику и природоведение в начальных классах, в четырех классах, первые, четвертые классы, на свои родные языки. Пока мы на родном языке, эти планы, эти учебники у нас не будут, мы не работаем по первому учебному плану. Как обозначили собравшиеся, изучение родных языков в школах города и района играет первостепенную роль. Посредством изучения языка современное поколение знакомится с родной культурой, что способствует всестороннему развитию, а также формированию нравственной модели поведения. Бика Сулейманова, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».